Сегодня в Мойнино мы приехали. Не случайно, ведь нас в гости позвал особенный человек. В 1944 году Анатолий Александрович Соколов был узником фашистского концлагеря. Дети войны. Так принято называть юных узников концлагерей, детей-партизан, сыновей полка, а также всех тех, кто находился на территории, оккупированной фашистами. Миллионы детей пострадали в ходе Великой Отечественной войны. Фашизм доказал, что его идеология направлена не только против взрослого населения, но и распространялась в невиданных в мировой практике методах на детей разного возраста и национальности. Как смогли выжить дети, находившиеся в концлагерях? Какими были условия их содержания там? И что осталось у них в памяти после пережитого? Наш герой Анатолий Александрович Соколов родился в концлагере в небольшом немецком городке Темплин. Именно там впервые встретились и познакомились его родители. Папа мой совершал два побега с Германией. Но так как пройти две границы было тяжело, Германию и Польшу, он оказался в третьем лагере. Лагерь, который носил промышленный характер, то есть занимался лесозаготовкой. Анатолий Александрович вспоминает, что все лагеря подразделялись на три основных категории. Самое страшное, конечно, та, где проводились медицинские опыты над взрослыми и детьми. Туда заведомо отбирали людей со слабым здоровьем, и оттуда мало кто возвращался живым. Отцу и матери нашего героя повезло больше. Они попали в лагерь лесной промышленности. Но и там было немало испытаний, выпавших на долю еще совсем на тот момент молодых людей, которым было всего по 17 лет. Когда папа находился на лесозаготовке, рубили лес, он как-то вышел на связь с нашими разведчиками. Давали ему информацию, что сегодня в такое-то время прибывает состав эшелонов с продуктами. Так как на территории концлагеря там голод был, кормили плохо, только физически работали, силы, естественно, у заключенных мало было. И папа, рискуя своей жизнью, выходил в назначенное время. Ну, ему координаты давали. Под прикрытием, значит, естественно, разведчиков, он вагоны, которые были с продуктами и питаниями, вскрывал, рискуя своей жизнью. Сколько мог нести на своих плечах, приносил и кормил там, естественно, все, которые находились на территории лагеря. Там и взрослые, и дети, и прочее. В апреле 1945 года концлагерь был освобожден. Отца Анатолия Александровича призвали в армию, и войну он закончил под Берлином. Мать с маленьким Толей вернулись на свою родину в Киевскую область, но пробыли они там недолго. По окончанию войны отец забрал их и перевез в Новороссийск. Закончил в городе Новороссийске школу, 10 классов. По окончании школы поступил в 1962 году высшее общевосковое командное училище Бакинское. Закончил его в 1966 году с отличием. Был направлен для прохождения службы в Закавказский военный округ, в город Ахалкалаки, который находится по сегодняшний день на границе Армении-Грузии и 10 километров Турции. Мотострелковую дивизию на должность командира взвода. Через год я занял первое место в дивизии по боевой подготовке. И мне было предложено, для прохождения дальнейшей службы направили группу советских войск Германии. У Анатолия Александровича немало наград. Но на вопрос, какая из них любимая, он отвечает, что не может выбрать дороги абсолютно все. И мы ему, конечно, верим. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».